Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. На календаре у нас 28 февраля. Мы с вами закрываем февраль, планомерно переходим в март. Но прежде чем это произойдет, у нас еще один серьезный инфоповод, который в принципе, можно сказать, уже мартовский, но если говорить про московское время. Речь идет о выступлении 45-го президента США Дональда Трампа в Конгрессе, которые мы ожидаем завтра в 5.00 по московскому времени. То есть ранним утром, если у вас есть возможность, обязательно нужно быть в этот момент в рынке. Нужно следить за тем, что будет происходить. Если нет возможности, лучше ее найти. Потому что события по важности формата, даже по значимости не только одного дня, я думаю, что если все пойдет, как сейчас прогнозируется, в соответствии с сценарием, раскладом, предположением, если Трамп последует делом за словом и подтвердит то, что было обозначено им в качестве, опять же, возможных изменений еще в твитах, я думаю, то, что о налоговой реформе мы с вами услышим. И произойдет это, как я уже отметил, совсем скоро. Завтра в ходе брифинга, разумеется, мы подробнее поговорим об этом. Я делаю все возможное в плане индивидуальной, субъективной такой визуализации, чтобы добиться того расклада по поведению доллара, который нам сейчас очень необходим. Потому что болезненно сейчас. Американцы наблюдают против иен рядом с отметкой практически 110. Мы видим то, что сейчас пара торгуется на уровне 112,5. Но все равно тяготеет все-таки вниз, поскольку крайне разочаровано тем, что Трамп по прошествии двух месяцев только лишь будоражит рынок протекционистскими высказываниями и никакой конкретики по поводу обещанных стимулов. Ну, я надеюсь, что все меняется. В данном случае риторика тоже может измениться. Хорошо, что позиция ФРС у нас более-менее ясна. Ну, опять же, немножко я увлекаюсь. Давайте поговорим о долларе, когда у нас подойдет черед по доллару японской. А сначала у нас есть привычный набор инструментов, с которых мы стартуем каждый раз. Это рынок нефти. Клоус вчерашнего дня 56.39. Сейчас актив торгуется на отметке 56.60. В целом, в рамках вчерашней торговой сессии на азиатской, на азиатских торгах и половины первой европейских мы видели, как интерес к нефти рос. И, в принципе, актив был даже рядом с отметкой 57. Но вот к концу дня весь позитив по рынкам был растерян. И трейдеры поставили на коррекцию. Я надеюсь, что снижение, которое было обозначено в рамках вчерашней торговой сессии, сегодня продолжится. Потому что у этого есть локальные предпосылки. Это все-таки, опять же, ожидание поддержки для доллара, что негативный фактор для нефти. Но еще не забывайте о том, что у нас снова статистика на повестке по запасам. В частности, в 23.30 по московскому времени этот релиз будет вовлекован. Точнее, даже в 0.30 АПИ запаса нефти США в ночь со вторника на среду. Предполагаю, что запасы основы могли вырасти. По крайней мере, прежние факторы, которые были причиной роста, они все еще на рынке присутствуют. И надеюсь, что это будет локальным фактором давления. Что же сейчас остается основной идеей для торговли в нефти? Как и раньше, все обсуждают, опять же, соглашение ОПЕК, его влияние, эффективность этой сделки. И параллельно обращают внимание на те цифры, которые поступают со стороны США. Вы помните, что количество нефтяных платформ уже перевалило за 600. Максимальное значение больше, чем за год. Объемы добычи перевалили за 9 миллионов. В США это максимум с апреля. Совершенно очевидно то, что поставки со стороны Америки влияют на общее мировое предложение. Совершенно очевидно то, что при сохранении подобной динамики США смогут нейтрализовать весь эффект положительный от сделки ОПЕК. Еще я наткнулся некоторое время назад, буквально в смысле несколько часов назад, на интересную статью по поводу статистики по темпам экономического роста Китая. В частности, ОПЕК, который, как вы знаете, в 2016 году был закреплен на отметке в 6,7%. Считается, что является завышенным показателем. И это не просто наблюдение предположения ряда экономистов. Это уже, по сути, подтвержденный факт со стороны руководства, которое, как вы знаете, общий показатель ВВП страны, он является определяющим, является аккумулирующим от статистики, которая передается в специализированное бюро по сбору статистики, отдельных субъектов регионов. Это везде. Такой принцип формирования данных. В частности, подтверждение факта завершения данных уже было обозначено со стороны ряда очень крупных промышленных центров Китая. Аргументация – это, собственно, попытка чиновников сделать все возможное, чтобы обеспечить, собственно, карьерный рост. Я думаю, то, что наказали, учитывая то, что это Китай, будет очень суровым. Но самое важное, сейчас уже подтвержденная цифра, то, что показатель завышен примерно на 20%. То есть на 1,5% можно смело его корректировать. Если это так, чтобы не утруждать вас, опять же, расчетами, мы можем убрать 20% с показателя в 6,7%. И вы прекрасно понимаете, то, что ищительное значение по экономическому восстановлению Китая сейчас чуть выше 4%. Ну, это серьезнейшая, скажем, разумеется, катастрофа настоящая для Поднебесной. И если это так, в чем я ни грамм, не сомневаюсь, вы должны понимать, что таким образом это может повлиять на и будущие показатели спроса на сырьевые товары, и вообще на настроения, которые будут господствовать в мировой экономике. Китай – это не просто продолжающийся посадок, это уже самое настоящее пике. И 2017 год, я думаю, не будет исключением из последней негативной статистики. Поэтому на нефть мы с вами, с точки зрения коррекции, заходим по нефти сразу с нескольких сторон. И тех регионов, которые влияют на спрос, на сырье, и тех регионов, которые, опять же, вовлечены вообще во всю систему добычи нефти, мы следим за этим соглашением ОПЕК, обращаем внимание на статистику в США, и копим вместе со многими трейдерами те факторы, которые должны стать, опять же, причиной для разворота. Если вы сейчас посмотрите на позицию хедж-пондов, то сможете заметить, что за прошлую неделю активность их по занятию длинных позиций выросла примерно на 6%. И я думаю, что это еще одно подтверждение скорого разворота, который должен произойти. Надеюсь, что текущие котировки – это локальный экстремум, от которого последует откат и движение уже в район 55 и ниже по бренду. Рубль 57,91 – картина не меняется. Рубль утратил поддержку уже, по сути, завершающегося налогового периода. Сейчас снова максимум внимания на нефть. И в случае, если рост нефти продурится, тогда российская валюта сможет получить еще локальную поддержку. Но на фоне действия, интервентных действий монетарных властей, укрепление рубля уже не будет чрезмерным. А вот девальвация при развитии сценария снижения нефти может быть значительной. Ждем выше 60. Евро против доллара. Сейчас котировки 1,0589 чуть выше, чем те значения, которые мы с вами наблюдали в ходе вчерашнего утреннего брифинга. Тогда у нас котировки были 1,0566. Из макроэкономических отчетов локального характера вчера вышел релиз по индексу настроений предприятий, соответственно, компаний, действующих в рамках еврозоны. И вот для меня было крайним сюрпризом наблюдать улучшение, собственно, этих настроений. И не просто улучшение, а до максимума с 2011 года. То есть, получается, что предприятия настолько оптимистичны в перспективах развития еврозоны, что считать, что макроэкономическая конъюнтура будет только процветать в будущем. И показатели ВВП тоже. Детально. Общий показатель вырос до 108, со 107,9. Индекс настроений промышленности тоже максимум с 2011 года. А вот индекс настроений в сфере услуга это 13,8, 12,8. Это максимум с 2007 года. Ну, просто какой-то парадокс, учитывая то, что буквально недели ранее мы с вами говорили про первопричину вот этого вероятного оптимизма. Ну, точнее, даже мы уже говорили о пессимизме. Это настроения потребителей. И говорили про настроения потребителей в рамках ведущего звена Евразума, Германии. Где было четко отмечено снижение, которое перекрыло позитив последних 3-4 месяцев на фоне роста неопределенности по этике Трампа и опасений за перспективы трудоустройства. Поэтому показатели очень разнятся, не соотносятся вообще никак. Это очень странно. Я полагаю, что где-то здесь точно ошибка. Но, учитывая наш, опять же, объективный взгляд на общее состояние мировой экономики и те, опять же, выводы, которые мы делаем к состоянию еврозоны, я думаю, то, что ошибка в чрезмерном позитиве, который идет со стороны предприятия еврозоны. Поэтому нам остается лишь только дождаться следующего индекса уже по оптимизму только от ЗИЮ. Посмотрим на цифры уже со стороны этого индикатора. Как и раньше, рисков для европейской валюты больше, потому что сейчас эти риски усилены не только политической темой, общественные данные. Последние показывают то, что Мари Липен действительно возглавляет рейтинги, очень многие в нее верят. И почему бы уже не говорить о том, что она имеет очень хорошие шансы на то, чтобы стать президентом. Против евро может выступить и сильный доллар. Сейчас, как никогда, это актуальная тема в преддверии ожидания выступления Трампа. Собственно, так можно перейти к доллару японской иены. Здесь начнем со статистики. Заказан товар длительного пользования вчера прогресс 1,8. Процент прироста с прошлого спада на минус 0,8. Основное событие – это завтра в 5 утра по Москве выступление Трампа в Конгрессе. И конкретика по поводу реформы корпоративной системы налогообложения. И не только корпоративной, но и налогообложения для физических лиц. Трамп обещал еще в твете, что прольет свет и предложит подробный план. Даже если прямой перевод – феноменальная реформа, которая грядет в плане ее анонса. Лучшее время для этого – завтра. И полагаю, что если обойдется без сюрпризов, если Трамп коснется этой темы, уделит ей должное внимание, то тогда рынок уже в меньшей степени будет циклиться на рисках протекционизма и начнет поговаривать об усилении подхода реформаторского в области стимулов. Это основное лобби его идеи во время предвыборной кампании. Ждем эти стимулы как покупатели доллара. Полагаю, что американцы быстро отреагируют позитивно на подобную риторику. Прежде всего отреагируют, конечно, за доходности американских трежерис. И если вы посмотрите на корреляцию, опять же, сейчас пары доллара и иены с десятилеткими американскими, то сможете убедиться в том, что сейчас корреляция находится чуть ли не на максимуме за последние 10 лет. То есть доходности трежериса непременно должны подкачать за собой американцы. В случае роста доллара очень плохо придется всем рисковым инструментам, которые котируются против американца. Есть даже сейчас на рынке идея, что в случае роста доллара мы сможем увидеть ралли больше, чем на 3 фигуры. И закрепление пары USD и иены выше 115. Ну, было бы, конечно же, круто увидеть такую динамику. Фон против доллара. Вчера мы видели, как снижался. Это, опять же, было связано с сообщениями о том, что к референдуму готовится Шотландия. Если эти сообщения, как слухи, доминировали большую часть дня, к концу дня ситуация изменилась, когда правительство Англии развеяло их, отметив то, что официально еще это не подтверждено. И такая тема не является сейчас предметом обсуждения тех лиц, которые могут быть ответственны за принятие решения такого формата. Поэтому по фунту мы с вами, как и раньше, пока до инициирования 50-й статьи ждем ралли. И ралли, которая может завести пару к отметке 1,27. Пока рановато продавать. Австралиец против доллара. Вчера вышел отчет по прибыли австралийских компаний. Они выросли на 20%, лучший квартал за последние 15 лет. Такого результата, конечно же, мы не видели очень давно. Но ожидается то, что рост прибыли компании может привести, является подтверждением сохранения хороших темпов экономического восстановления. Правда, еще пока говорить об этом очень рано. У нас, кстати, на повестке ближайших дней отчет по ВВП Австралии. Вот посмотрим, как обстоят дела с ним. Основной прогресс был показан в горнодобывающем секторе за счет роста, конечно же, цен на уголь и железную руду. Но австралиец особенно не поторопился, собственно, отыграть в позитивном ключе этот отчет. Никак не может оказаться выше 0,77. Хорошо, я думаю, что вообще не окажется в перспективе ближайших месяцев. Точнее, не закрепится уверенно выше. Как и раньше, я прогнозирую то, что австралиец будет испытывать прессинг, давление. И то, что вчера мы не увидели позитивной динамики на этот отчет, может быть, является подтверждением того, что трейдеры сейчас возвращаются с большим интересом к последним комментариям Филиппа Лоуи, который отметил множество рисков для, собственно, Австралии. Опять же, очень актуальна тема этих рисков, связанная с замедлением экономики Китая. Вот я начал брифинг с того, что отметил завышенные показатели, которые мы анализировали в последнее время. Второй риск, как вы помните, снижение цен на сырье. И третий риск, который больше связан с ухудшением макроэкономической картины, либо усиление протекционизма, опять же, со стороны Трампа. Картина не самая радужная для долгосрочных перспектив. И против австралийца, конечно же, может выступить и доллар, как я уже отметил, готовый повлиять на всех своих конкурентов. Но для этого нужно, конечно же, увидеть соответствующий рост. USDCAD у нас неплохо подрос вчера. Это причина все-таки отката от локальных максимумов нефти. При возобновлении коллекционной динамики USDCAD не просто будет сейчас котироваться на рынке 1.32, а пойдет к уровню 1.35, который является нашей целью. S&P на максимумах, как и раньше сейчас котировки. Поэтому индексы американской бенчмарки всей фонды 2368, можно сказать, пунктов. Наша с вами амбициозная цель сейчас 2400. Но такими стараниями, я уверен, только на настроениях и ожиданиях реформы налоговой реформы, которая может быть озвучена завтра, мы можем наблюдать позитивную динамику американской фондовой секции и сегодня. А если Трамп все-таки раздекется по древу в этом направлении, тогда американская фонда покажет еще больше прирост. Из важных отчетов сегодняшнего дня. В 16.30 годовые данные по ОВП, в 18.00 уровень доверия потребителей, это статистика по штатам, и в 0.00.30 переходят с опорника на среду запасы нефти в штатах. Про запасы мы уже поговорили, годовые данные. Рекомендую посмотреть на прогнозы и ожидания. Очень хороший отсчет предвидится и прогнозируется. Думаю, что доллар сегодня может уже продолжать. Смещаться в район 113 иен за 1 доллар. То есть как валютная пара к цели к этой. Собственно, на этом все. Если есть вопросы, вы всегда их можете задать на нашем канале на YouTube, либо используя для этого форум о маркетинге. И не забывайте также о том, что я сейчас крайне нуждаюсь в вашей трейдерской поддержке, поскольку на РБК идет еженедельная битва аналитиков, где я выступаю в роли фундаменталиста. И вот в рамках вчерашнего торгового дня и моего выступления нам удалось набрать 1 балл в нашу копилку. Будем стараться давать верные рекомендации и дальше. Буду стараться это делать. Ну а с вас я жду хотя бы такой вербальной поддержки. Спасибо за внимание. Увидимся завтра. Всего доброго. До свидания.